Экскурсию по самым грязным местам Новосибирска провели для студентов со всей Сибири. Молодым экологам показали, где в городе хранят и перерабатывают мусор. Эта экскурсия – часть четырехдневного семинара, во время которого студенты познакомятся с опытом немецких экологических организаций. Не традиционная экскурсия по достопримечательностям Новосибирска, а поход на главную свалку города. Так, казалось бы неприветливо, в Новосибирске встречают студентов, занимающихся проблемами экологии в Сибири. Зато пользы от такой экскурсии намного больше. В нашем городе люди, большинство людей не представляют, что такое свалка, что такое мусорный полигон. Они просто не представляют себе масштабы этой проблемы. И когда человек увидит это, он уже поймет и может по-другому как-то будет относиться к своей деятельности. Участники необычной экскурсии – студенты со всей Сибири. Они приехали в наш город на семинар по развитию экологического мышления. Четыре дня они общаются со специалистами-экологами из Германии и перенимают их опыт работы. Сейчас намного выгоднее как-то заново что-то производить, чем переработать. Но от этого нужно избавляться. Нужно идти к тому, чтобы переработки стали намного выгоднее, чем производить что-то новое. Следующий пункт в экскурсионном маршруте – предприятие по сбору и переработке мусора. У нас в Новосибирске хотя бы есть такие места, пункты приема-сдачи. В других городах вообще этого нет. Просто ребята из других городов рассказывают об очень больших проблемах, где мусор вообще никак не перерабатывается. В Новосибирске пытаются внедрить систему раздельного сбора мусора. Во многих европейских странах она уже успешно работает. А в Германии, кроме этого, масса других эко-проектов. Один из последних проектов, который сейчас развивается в Германии, называется «Герой кружки». Мы заметили, как много стаканов для напитков с собой используется во всех кофейнях. И добились того, что люди начали покупать термокружки. И на законодательном уровне разрешено, чтобы в кофейнях наливали напитки в свою посуду. По итогам семинара каждый участник представит свой проект по улучшению экологической ситуации в своем городе или регионе. Тематика очень обширна. От раздельного сбора мусора до ухода за редкими видами птиц. Обязательное условие реализовать его в этом году. Автор лучшего проекта отправится на стажировку в Германию. Михаил Якимов, Олег Кролевец. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.